День горящей брони Виктор в очередной раз вызвал перед глазами внутренний интерфейс, пытаясь разобраться в том, почему развитие биопроцессора практически остановилось. После сражения с эскадрой Бейтанов, каплевидный индикатор, отражающий прогресс Свершинина в достижении второй ступени интеграции, скачком заполнился чуть более чем на 60%, но за последующие полгода дальше почти не продвинулся. Видимо, участие Виктора в реализации плана Лубунка по доставке военных грузов на землю и рутинная работа по восстановлению обороноспособности станции БИС внешней не давало процессору нужной для развития нагрузки. Почти сразу после заключения сделки с единением Бейтанов, Виктору стали поступать предложения от шахтерских поселений и даже от некоторых корпораций, на руководство которых результат сражения в системе звезды БИС произвел определенные впечатления. Ему предлагали заняться организацией обороны промышленных районов, а пару раз и прямое участие в корпоративных войнах. Некоторые предложения были довольно щедрыми, но Вершинин без колебаний отклонил их все, поскольку не считал возможным отвлекаться от решения основной задачи. Теперь же, когда первая партия оружия и высокотехнологичных военных грузов успешно оказалась на земле, Виктор подумал, что, возможно, несколько поторопился с отказом от некоторых из них. Предоставлять ему новые займы Лубунг и его партнеры не торопились, а земля требовала новых поставок, которые нужно было не только как-то организовать, но и должным образом профинансировать. От невеселых размышлений Вершинин оторвал сигнал коммуникатора. Виктор принял вызов, и в воздухе напротив него сформировалось изображение Лубунга. — Приветствую, подполковник, — улыбнулся торговец. — Не удивляйтесь, я помню, что вы теперь генерал, но позвольте мне называть вас по-прежнему. Кстати, я думаю, вам и самому не стоит афишировать ваше новое звание. Видите ли, в чем дело? Отставных генералов в пространстве серого периметра найдется больше десятка, а вот подполковник здесь только один. И именно он, подполковник Вершинин, стал автором знаковой победы над Беттанской эскадрой, в результате чего приобрел немалую известность среди наемников и тех, кто пользуется их услугами. Так что мой вам совет — оставайтесь подполковником. Именно в этом качестве вас здесь знают с наилучшей стороны. — Вам виднее, — смехнулся в ответ Виктор, — но я полагаю, вы вызвали меня не только для того, чтобы дать этот полезный совет. — Естественно, — кивнул Лу Бунг, переходя на деловой тон. — Ко мне обратился очередной желающий заполучить подполковника Вершинина в свою корпоративную армию. — Именно к вам? — Виктор чуть приподнял бровь, обозначая удивление. — А напрямую связаться со мной он постеснялся. — Не думаю. Среди этой публики стеснительных я что-то не встречал. — Пошел плечами торговец. — Тут дело в другом. Не знаю, сам ли этот парень сумел сложить два и два, или ему помогли корпоративные аналитики, но он извлек урок из опыта всех тех потенциальных нанимателей, которые уже пытались подъехать к вам с различными предложениями и поголовно получили отказы. — И чем же он вас так удивил? — Меня? — Он смехнулся лугункой. — Меня, подполковник, удивить не так просто. Хотя, признаюсь честно, вам это пару раз удалось. Удивить, а точнее заинтересовать, он хочет не меня, а вас. И я полагаю, у него есть шанс в этом преуспеть. — Вот как? — Именно так, — кинул торговец. — Не думаю, что сильно ошибусь, предположив, что перед визитом ко мне господин Висл собрал о вас информацию из всех доступных источников, и знает он действительно немало. — Думаю, никак не меньше, чем я сам. — Собрав и сопоставив разрозненные факты, он пришел к совершенно правильному выводу, что защищать станцию Бийс внешний от второй атаки бейтанов вы взялись совсем не из-за денег. — Операцию по закупке и доставке на землю военных грузов полностью удержать втайне не удалось. Слишком много в нее было вовлечено разных людей. Так что легенда о наемнике, воюющем не за деньги, а для спасения своей планеты, на которую вот-вот должны напасть кронцы, постепенно начинает расползаться по серому периметру. От внимания висла она тоже не ускользнула. — И что же он хочет мне предложить? Оружие? — Не совсем. Вернее, не только оружие. У него есть информация, способная помочь вам попасть на землю, минуя ограничения старших. Правда, он сразу предупредил, что гарантии дать не может, но просит все же его выслушать. — И почему он со всем этим не пришел прямо ко мне? — Причина проста. Вы ему нужны, и он хочет снизить вероятность отказа. А со мной вы уже однажды согласились работать и сотрудничаете до сих пор. Поэтому он решил заинтересовать сначала меня, а уже потом с моей помощью убедить вас. — Я так понял, с первой частью своей задачи он успешно справился? — Вполне. Я ведь коммерсант, а значит, во всем ищу для себя выгоду. — Господин Висл сделал мне очень щедрое предложение. Настолько щедрое, что я буду сильно опечален, если ваша сделка не состоится. И все же я никогда не стал бы просить вас встретиться с ним, если бы не считал, что и для вас это сотрудничество может оказаться весьма полезным. — Почему-то мне кажется, что за предлагаемую информацию мне придется сунуть голову в какую-нибудь крайне зубастую пасть. — Иначе этот господин не стал бы так напрягаться, выясняя детали моей биографии. — Не буду даже пытаться вас в этом разубеждать. Но согласитесь, он предлагает именно то, что вам сейчас необходимо. — С этим не поспоришь, — кивнул Виктор, одолеваемый самыми нехорошими предчувствиями. — Что ж, давайте его выслушим. Нам понадобится куда-то лететь. — В этом нет никакой необходимости. Господин Висл сейчас у меня в гостях. И мы ждем только вас. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!